Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Смотрите сегодня в выпуске. Под властью стихий в алтайских реках стремительно растет уровень воды, а в лесах бушуют пожары. Уроки мужества, боевые расчеты и армейское восстание машин в край отметили столетия пограничных войск России. Искусство писать красиво. В алтайских школах хотят вести занятия по каллиграфии. Итак, в реках края начал стремительно расти уровень воды. Обь в районе Барнаула прибавила 36 сантиметров. В районе Успристани 15, возле камня на обе 4 сантиметра. Значительный подъем продемонстрировала также Бия. Возле Наукограда уровень воды в реке вырос более чем на 40 сантиметров. Поднялась вода и в Череши. Рост составил 42 сантиметра. А также в реке Чумыш там вода тоже поднялась заметно. Основная причина, по словам сотрудников МЧС региона, затяжные дожди. Норма осадков в отдельных районах превышена в три раза. Но несмотря на дождливую погоду, в крае сейчас бушуют два пожара. Один в Угловском районе, другой в Черешском. Последний произошел из-за грозы. Отметим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди прекратятся и потому вероятность возгораний сохраняется. Сегодня почти полторы тысячи алтайских школьников сдали первый госэкзамен. Испытания прошли по географии и информатике. Наша съемочная группа посетила один из пунктов проведения ЕГЭ и посмотрела, в какой атмосфере проходила итоговая тестация выпускников. Барнаульский лицей, 9 часов утра. В аудитории школьников пропускают по одному. 11-классники от волнения сжимают в руках паспорт и ручку. Кроме воды больше с собой ничего нельзя. Выпускник Эдуард Зубчук к экзамену по информатике готовился больше года. В своих силах уверен, но признается. Все равно волнительно, ведь на кону стоит поступление в ВУЗ. У нас учитель по информатике специально для нас, для семи человек, что у нас дают, проводил отдельные консультации. Оставлял нас после уроков где-то часа на три, на четыре в день. Нет того, чего бы я не знал, чтобы не написать на 100 баллов. Истинный мой враг, это моя невнимательность будет. Дисциплина, как в армии, но иначе нельзя, говорят организаторы госэкзамена. Оценка знаний должна быть предельно объективной. Все пункты сдачи ЕГЭ оборудованы видеокамерами, трансляция в режиме онлайн. Шуметь и переговариваться категорически запрещено. За этим все четыре часа. Столько длится экзамен. Строго следят общественные наблюдатели. В этом пункте их трое. Как видим, в пункте сдачи экзамена абсолютная тишина. И это неудивительно. Любое нарушение грозит серьезным наказанием. Так, если ученик возьмет с собой на экзамен телефон, он будет удален с экзамена без права пересдачи в текущем году, а его родителям будет выписан штраф. А вот если организатор, к примеру, подскажет школьнику, ему грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Кстати, в этом году в лицее экзамен по информатике пишет слабовидящий выпускник. Ему выделили специальную аудиторию, которая также оснащена системой видеонаблюдения. У него спецрассадка, то есть он один сдает в аудитории, у него будет увеличенный шрифт, кем с увеличенным шрифтом, и увеличена продолжительность экзамена на полтора часа. Оценивать работы начнут уже завтра, а результаты станут известны максимум через 10 дней. Отметим, выпускникам в общей сложности предстоит сдать пять экзаменов, три по выбору и два обязательных, русский и математику. По ней экзамен пройдет 30 мая. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Суд не открыл торговый центр «Арена» в Барнауле. Заседание по данному делу прошло сегодня в индустриальном районе города. Напомним, торговый центр «Арена» закрыли 5 мая из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Сегодня суд должен был решить его судьбу, но заседание продолжится завтра. Но вот между тем, на днях возобновил свою работу торговый центр «Район». В простое он пребывал почти полтора месяца. Серьезные недочеты по пожарной безопасности в итоге устранили. И 26 мая торговля в районе возобновилась. На сегодняшний день остаются закрытыми три торговых центра. Кроме «Арены» это «Праздничный» и «Россия». Сегодня исполняется 100 лет пограничным войскам России. Нелегкая служба препятствует незаконной миграции, контрабанде, что особенно важно для нашего транзитного региона. В разных районах края в честь праздника прошли митинги, концерты, уроки мужества, боевые расчеты, показ вооружения и техника. Практически в каждом городе и селе почтили память ушедших из жизни сослуживцев. Тему продолжит Ирина Корчагина. С праздником! Покорище, как я родной! Они остановили 7 тысяч мигрантов, конфисковали 900 тысяч килограммов наркотических средств. В Алтайском крае с его 12 приграничными районами знают, что значит погранзастава. Более 4 тысяч жителей края проходили службу в пограничных войсках. Сражались в годы Великой Отечественной войны в Афганистане и на Северном Кавказе. Около полутысячи из них не вернулось домой. А в Топчехе накануне прошло армейское восстание машин. На военной базе пополнение. Тяжелая огненометная система «Санцепек» не оставляет шансов на выживание. И вполне оправдывает свое имя. Реактивная система залпового огня способна выжигать площадь, равную четырем футбольным полям. На базе танка Т-72 смонтирована пусковая установка. 24 ракеты. Стоимость каждой 800 тысяч рублей. Она предназначена для уничтожения легкобронированной боевой техники, живой силы. Дальность стрельбы у нее до 6 километров. В мире не было и нет аналогов нашему «Санцепеку». Сила его удара распространяется площадью на несколько футбольных полей. Эта техника совершенно новая. Сегодня она впервые эффектно выходит в свет. Главный поражающий фактор «Санцепека» – температура и давление. При ударе о землю из боеприпаса вырывается облако горючей смеси, которое воспламеняется и выжигает все вокруг. Личному составу предстоит пройти обучение в Подмосковье, чтобы освоить точный удар по противнику и заставить врага бояться только при одном появлении «Санцепека». Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. В школах края хотят ввести занятия по каллиграфии. Красивому письму будут учить в рамках внеурочной деятельности. Специальные методические пособия сейчас разрабатывают в Бийской православной гимназии. На ее базе работает первый в нашем регионе центр каллиграфии. Накануне там состоялся мастер-класс, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Подробнее о том, что дают такие уроки, далее. Проводим следующую линию. Штрихи, вертикальные и горизонтальные линии. Обучение каллиграфии начинается с самых простых движений, которые потом превращаются в буквы. Бийская православная гимназия сегодня – это единственное место на Алтае, где учат искусству красивого письма. Каллиграфия развивает пространственное ображение, абстрактное мышление, развивает чувство эссидического вкуса, развивает интеллект, превращается IQ для занятий каллиграфии, потому что она очень важная для человека. Центр каллиграфии Бийска открылся в конце прошлого года. Он включает в себя музей, где собраны уникальные в своем роде экспонаты и каллиграфические работы, а также учебный класс. С оборудованием помог фонд Александра Прокопьева. По спецзаказу были изготовлены парты, приобретено цифровое оборудование, инструменты, кисти, перья и бумага. И теперь красиво писать здесь учат всех желающих. Я в интернете посмотрел ролик одного профессора, который занимается мозгом и крайне рекомендовал заниматься каллиграфией, потому что занимаясь ей задействуют разные поля головного мозга, отвечающие за моторику. И было даже проведено исследование, что одни студенты, занимающие каллиграфией, имели успехи в учебе больше, чем которые не занимались каллиграфией. Православная гимназия Бийска – инновационная площадка московской патриархии. Одно из направлений в работе как раз является каллиграфия. Учреждение уже сотрудничает с Алтайским институтом повышения квалификации работников образования. В городах и районах Алтайского края педагоги Бийского центра каллиграфии проводят выездные семинары и мастер-классы. Состояние души гармонизируется, мне кажется, в процессе вот этой работы. Ну и кроме того, мы знакомимся с таким множеством замечательных инструментов, которые мне, например, очень нравятся. Они позволяют мне вот такие замечательные, красивые вещи делать. Делать красивые вещи научат и учащихся общеобразовательных школ. Уроки по каллиграфии намерены включить в планы внеклассных занятий. Родители школьников такую идею поддерживают. К введению в школе уроков каллиграфии я отношусь положительно, потому что современные дети в основном сидят сейчас за компьютерами, за клавиатурой, с современными гаджетами, пишут значительно меньше. Сейчас в православной гимназии занимаются разработкой специальных методик. И возможно, что в скором времени помимо шахмат, изобразительного искусства, в рамках внеурочной деятельности учащихся будут обучать красивому письму. Первый в России геопарк, возможно, появится в Алтайском крае уже в ближайшие годы. Идею создания особо охраняемой природной территории с целью развития геологического туризма полтора года назад предложили представители курортного бизнеса. Они даже профинансировали масштабные научные исследования по изучению познавательного потенциала «Белокурихи-2». О первых результатах изысканий и перспективах Алтайского геопарка в сюжете Ильи Кочеткова. Это каменная стена высотой более 700 метров и есть северный фас Алтая. Он образовался, когда Алтайские горы буквально надвинулись на предалтайскую равнину, на которой мы сейчас с вами стоим. Более того, он продолжает расти со скоростью около полутора сантиметров в год. Постоянное движение гор, говорят геологи, и рождает бьющие из-под земли целебные радоновые источники. Ради них сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Их поток постоянно растет. Лечение или пользу гости хотят совмещать с развлечением, то есть чем-то приятным. Отличный вариант решили в Белокурихе геопарк, своего рода музей под открытым небом. Благо, показать есть что. По мнению геолога Софьи Платоновой, настоящая кладезь региона – его каменная летопись от осадочных пород до древнего гранита. При остывании в нем образовались трещины. И по этим трещинам пошел новый поток мантии. Вместе с этими вторичными потоками пришли минералы, такие как гранат, такие как берилл, такие как вольфрамит. Ученые Института водных и экологических проблем разработали первый маршрут будущего геопарка. Одна из его точек – уникальный вольфрамовый рудник, который в годы войны поставлял для фронта ценный минерал. Всего же в геопарке хотят разработать не менее трех маршрутов по бывшим рудникам по добыче золота, берилла и так далее. Пока инвесторы не разглашают сумму вложенных в геопарк средств, но основные затраты, говорят, они еще впереди. К приему туристов нужно подготовить территорию объекта, построить сеть дорог и геологический музей. Предполагается, что будет кластерами расположено, в зависимости от геологических изысканий. Один из кластеров – это Белокуриха, Белокуриха-2. Второй кластер нам предлагают ученые создать в район Сарасы, потому что очень богатые месторождения. И третий – это Денисово пещера, водопад Шинок. Сегодня в мире насчитывается больше ста геопарков. В России – ни одного. ФАС Алтая – так будет называться новый проект. Создатели уверены, у нашего геопарка есть все шансы стать первым в России. И к тому же получить статус объекта природного наследия ЮНЕСКО. Настолько уникальны алтайские горы. Пакет документов для заявки планируют подготовить к следующему году. Впрочем, у организаторов есть повод поторопиться. Белокурихи дышат в затылок Республика Алтай и Башкирия, где также активно работают над созданием собственных геопарков. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. А вот построят ли торговый центр на территории сереброплавильного завода, станет известно завтра. 29 мая в 11 часов в здании первой плавильной фабрики на Ползунова пройдут публичные слушания. На них все желающие вправе узнать о планах собственников, внести свои изменения и предложения. Напомним, ранее проект застройки территории бывшего завода стал предметом жарких дискуссий. В начале мая на сайте мэрии Барнаула разместили эскиз реконструкции. Внимание экспертов и горожан привлекло здание общественного назначения с рабочим названием «Торговый центр» и всеми узнаваемой цветовой гаммой фасада. Тогда глава администрации Барнаула Сергей Дугин поспешил заверить, что никакой ТЦ строить не будут, а эскизы не являются реальным планом. Но что бы будет в итоге, узнаем завтра. Подчеркнем, что срок регистрации участников публичных слушаний начнется в 10.00. При себе необходимо иметь паспорт. Гол в исполнении игрока команды Сибирской медиагруппы признан лучшим в турнире. Представители краевых СМИ выявили сильнейшего во время ежегодного состязания памяти спортивных журналистов региона. Приз за лучший забитый мяч достался нашему коллеге Никите Филатову. Никита отличился в матче против коллег команды «Катунь-24». Правда, этого гола, увы, не хватило для победы всего. В турнире приняло участие 4 коллектива. Формат «Каждый сыграл с каждым». За ходом поединков наблюдал инициатор создания этого турнира, президент детской футбольной лиги страны, наш земляк Виктор Горлов, который специально приехал из Москвы. На приглашение организаторов откликнулись также многие известные в прошлом журналисты, края их родственники. Вместе с участниками они почтили память спортивных корреспондентов Алтая. В результате золотые медали и главный кубок удалось завоевать команде свободный курс. Очень здорово, что в память об этих людях проводится данный турнир. Очень здорово, что мы здесь собираемся, что вот мы раз в год общаемся между собой, еще раз встречаемся. И надеюсь, что сейчас будет неофициальная часть, потому что раз в год надо встретиться, пообщаться, поговорить. Это очень здорово. В Барнауле во дворце культуры прошел праздник, посвященный Дню российского предпринимательства. Лучшие предприятия малого и среднего бизнеса были отмечены различными наградами. В числе награжденных руководитель производственной компании «Любава» Любовь Заркова, которая занимается производством плавленных, пастообразных творожных сыров и масложировой продукции. За свое существование с 1995 года «Любава» неоднократно была отмечена на городском и краевом уровнях. Сегодня вручена почетная грамота от правительства Алтайского края, утвержденная губернатором Александром Карлиным. Продукция «Любавы» представлена более чем в 15 регионах России. На предприятии трудится около сотни человек. На старте запуск нового проекта. Это у нас большой масложировой цех и первый в Алтайском крае цех по производству маргарина. На мероприятии присутствовал также Сергей Зарков, учредитель ООО «Любава» и супруг Любови Константиновны. Он разделил с ней радость церемонии награждения. Я хочу поздравить всех предпринимателей с праздником, с этим трудовым праздником доблести и чести. Перемен, мы ждем перемен. Слова известной песни, как никогда актуальны в конце весны и начале лета. В это время сама природа намекает нам, пора менять жизнь к лучшему. А что бы хотели поменять жители нашего города, об этом мы спросили их на улицах Барнаула. Я хотела бы поменять квартиру. В квартире поменять обстановку, наклеить новые обои, шторки новые повесить, может быть там шкафчики на кухне поменять. Климат поменять было бы замечательно. И я думаю, эту идею с восторгом мы приняли бы очень многие, понимаете. Как видите, желания у всех разные, но чтобы их реализовать, нужны финансовые вложения. Где взять необходимые средства, знают специалисты. Ремонт в квартире или новой запчасти для машины, покупка новых вещей, техники и так далее. Все это может стоить и 100, и 200, и даже больше тысяч. И тут два варианта выбора. Либо человек уже накопил такую сумму, либо обратится в банк за кредитом. Сейчас оформить кредит в банке можно за несколько часов, если не минут. Так что в скорости получения средств этот вариант, безусловно, выигрышный. Но много ли придется платить по кредиту? Бутует мнение, что кредит это дорого. На самом деле в банке Восточной можно оформить кредит всего за 30 рублей в день. То есть ремонт или отпуск будут стоить меньше, чем чашка кофе. Или как одна поездка в общественном транспорте. Если к кредитованию подойти грамотно, то можно не только оформить до 500 тысяч рублей под 12% годовых, но и сделать это на особых условиях. 30 мая в банке Восточной будет проходить день продаж. В этот день мы работаем до последнего клиента. Проводим консультации по нашим продуктам и готовы помочь в любом вопросе, который возникнет у вас. В том числе вы сможете оформить кредит, который позволит реализовать ваши планы всего за 30 рублей в день. Итак, время перемена станет 30 мая. Место, где вас ждут перемены к лучшему, ближайший офис банка Восточный. Один из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока открыл второе отделение в городе Бийске. Комфорт и качество обслуживания Азиатско-Тихоокеанского банка уже оценили клиенты. Зоны для обслуживания частных и корпоративных клиентов, комната для переговоров и несколько операционных касс. Второе отделение Азиатско-Тихоокеанского банка в Бийске отличается особым комфортом и домашним уютом. Грамотные специалисты доходчиво расскажут о всех видах банковских услуг. Мы открытием второй площадки в Бийске распечатываем третью сотню офисов, которые есть в Азиатско-Тихоокеанском банке. Я надеюсь, что сейчас они начнут расти в геометрической прогрессии. Азиатско-Тихоокеанский банк пришел на Алтай летом 2012 года и прочно занял позицию одного из лидирующих, востребованных и надежных банков. Теперь воспользоваться его услугами сможет большее количество бийчан. Здесь можно оформить выгодный кредит или доступную ипотеку. Новое отделение Азиатско-Тихоокеанского банка расположено на улице Мерлина, 44-2. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Валар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. На всей территории края переменная облачность, меснами дождь и порывистый ветер. В Бийске и Рубцовске – 16 выше нуля, в Кулунде – 20, в Барнауле ветер юго-западный, порывистый, возможен дождь. Ночью около 7 градусов тепла, днем до 16. И к этому часу у меня все новости. Плодотворной вам рабочей недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok